Здравствуйте! С вами рядом Андрей Ракицкий. Иногда, когда я порядочно уставший ложусь спать, мне в голову начинают лезть всякие ненужные мысли, обрывки воспоминаний о событиях уходящего дня, чьи-то неловкие или обидные слова, мои слова, сказанные кому-то в запале или о которых мне стыдно даже вспоминать, всплывают тревоги за завтрашний день, особенно если планов действительно много или предстоит сделать что-то важное. Я начинаю обо всем этом думать, соскальзывая с одной темы на другую и не могу вырваться из череды бесконечных повторов и возвращений к тому, что уже, казалось бы, решил. От этого сон улетучивается и появляется какая-то нервозность. Я начинаю злиться на себя, пытаюсь себя уговорить. Ну, что ты так разошелся, все же, в принципе, нормально. Но эти слова в такие моменты не значат ровным счетом ничего. Они просто не действуют. От них начинаешь только еще больше нервничать, заводиться. Потом я ловлю себя на мысли, что уже очень поздно и время от времени ищу глазами светящиеся в темноте циферки часов. Время, естественно, бежит вперед и от этого я окончательно выхожу из себя. Ну вот, опять не высплюсь. А завтра такой напряженный день. Столько всего нужно сделать. И возникает обида на себя. Но почему все люди, как люди, уже давно спят и видят десятый сон, а я только распаляюсь все больше и больше. Почему я никак не могу отключиться от своих забот и проблем. Потом биоритмы организма начинают одерживать победу над мятежным сознанием. И я потихонечку засыпаю. При этом ловлю себя на мысли, ну, наконец-таки. И от этого резко просыпаюсь. Борьба с самим собой вспыхивает с новой силой. Я уже давно отключился от тех проблем, с которых все начиналось, и просто заставляю себя заснуть. Обижаюсь на себя, уговариваю, запугиваю. Потом снова потихонечку начинаю проваливаться в сон. Снова радуюсь этому и снова от этой мысли просыпаюсь. Часа через два голова начинает гудеть, требуя покоя и сна. А я продолжаю крутиться с боку на бок. Иногда эта битва за сон заканчивается приемом снотворного. Я не люблю таблетки, и вы знаете об этом. Но, когда ситуация заходит слишком далеко, выбора не остается. И, как следствие такого компромисса, утром головная боль и отсутствие чувства отдыха. Но так было раньше. Теперь я знаю, как победить тревогу уходящего дня. И спокойно заснуть. Как перестать волноваться перед днем завтрашнего. Вообще-то для этого существует множество различных способов, но у меня есть свой, любимый. И если вы еще не спите, то давайте попробуем успокоиться и заснуть вместе. Для начала закроем глаза. А теперь давайте попробуем вспомнить уходящий день. Пусть весь наш день еще раз пройдет перед внутренним взором. Давайте оценим общее впечатление от этого дня. Поставим ему пятерку, если он был очень удачный. Если просто хороший, то четверку. Тройку нейтральному. Двойку не очень хорошему. Ну и естественно единицу совсем уж плохого. Обычно, когда я это делаю, я мысленно перебираю события уходящего дня и осадок от какой-то конкретной, может быть, единственной напряженной ситуации, начинает рассеиваться, растворяться в моих воспоминаниях. Помимо плохого, вспоминаются и хорошие моменты. Появляется убеждение, что, возможно, этот день и не был таким уж плохим. И мне становится легче попрощаться с ним. Отпустить его в прошлое. Я заметил, что когда я отпускаю уходящий день, с приятными мыслями, мой сон всегда бывает более глубоким и полноценным. Оценивая день перед сном, я со временем сделал вывод, который примирил меня с собой. Оказалось, что, в сущности, мои дни вполне сносны. Что они не такие уж и тревожные, и тяжелые, как могут показаться на первый взгляд. И вообще, в жизни не всегда все так, как кажется. Если мой рассказ еще не усыпил вас, и не помог настроиться на сон, а такое может случиться, если у вас действительно выдался день тяжелый, что называется из ряда вон, давайте прямо сейчас сделаем вот что. Закройте глаза, если они до сих пор открыты. И три раза глубоко вдохните и полноценно, медленно выдохните воздух. Хорошо. А теперь представьте себе, что перед вашей кроватью стоит большой деревянный сундук. Он из темного дерева, старого дерева. Он обит коваными уголками и железными полосами. Они прикреплены к деревянной основе заклепками. Такие кругляшки по краям. У этого сундука массивная закругленная крышка. И даже есть кольцо для замка. Настоящий пиратский сундук для хранения кладов и сокровищ. Медленно откройте крышку. И загляните внутрь. Сундук пуст. В нем чисто и сухо. От него приятно пахнет сухим деревом. Он какой-то очень надежный и основательный. Сам его вид успокаивает и вселяет ощущение уверенности и надежности. Начните складывать в этот сундук все, что вас давит. Например, волнение перед каким-то событием, которое должно произойти завтра. Пусть все это будет спать сегодня отдельно от вас. В этом надежном сундуке для хранения кладов. Укладывайте в него все, что вас гнетет. Когда вы проснетесь, вы сможете снова открыть эту крышку и вытащить все обратно. Этот сундук волшебный. Возможно, к утру ваших проблем станет меньше, и они окажутся легче. А может быть, их станет больше, и они будут тяжелее. Но пока вы будете спать, все они будут храниться в надежном месте. Вы будете спать без них. Вы сможете вернуться к ним завтра. А можете просто выбросить их из сундука, как ненужный хлам. Вы сами решите, как со всем этим поступить. Завтра. Утро. После того, как хорошенько выспитесь. Сегодня ваш сон будет крепким и глубоким. Теперь закройте крышку сундука и почувствуйте, как тихо и спокойно стало вокруг. Как тихо и спокойно стало на вашей душе. Я желаю вам спокойной ночи. И оставляю вас наедине со сном. Спите глубже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!